Сегодня гражданам вручается постановление об изъятии земельного участка и объекта недвижимости для муниципальных нужд. Это второй этап нашего плана. Первый этап был вручение требования о сносе жилого помещения. На сегодняшний день, так как это требование не выполнено, жилой дом стоит, мы вручаем постановление об изъятии земельного участка. После завершения данной процедуры, вручения полностью гражданам постановления, мы начинаем процедуру уже непосредственно выдачи возмещения, то есть заключения соглашений об изъятии доли земельного участка каждого гражданина, об изъятии именно его помещения, о предоставлении ему возмещения. Если гражданин на эту сумму согласен, он подписывает соглашение и в течение небольшого периода времени сумма возмещения поступает на счет. А если он не согласен с данной суммой, то имеет право в судебном порядке оспорить данное соглашение, выполнить протокол разногласий. Такая сегодня встреча состоялась. Ну и рабочие вопросы обсуждали с гражданами, которые у нас возникают постоянно, каждый день. Ирина Ивановна, а сколько может пройти времени, вот прежде чем первый человек получит свою компенсацию? Это месяц, полтора? Ну я надеюсь, в ноябре возмещение суммы будет получено первыми гражданами. Многие граждане уже нашли помещения, жилые дома, и сегодня я узнала, даже задатки уже заплатили. Поэтому нам надо стараться делать все как можно быстрее. Но все-таки, почему изначально не объяснили людям всю процедуру, что не было того напряжения, которое пришлось всем пережить? Процедура объяснялась. Даже 30 уведомлений уже было вручено на момент, когда граждане действительно испугались ситуации. 30 уведомлений уже было вручено. Но тем не менее, мы учли, что людям надо вручать, скорее всего, лично документы. Лично проводить собрания общие и вручать. Тогда они не будут пугаться, они все поймут правильно. То есть, учтем это на будущее, но это первая наша пятиэтажка.